МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Олег Иванцов, главный врач Гомельского областного клинического госпиталя инвалидов Отечественной войны. В 1989 году окончил Гродненский государственный медицинский институт. Проходил интернатуру по хирургии на базе Гомельской областной клинической больницы. С 1990 по 2001 год работал врачом-урологом в Гомельской городской больнице скорой помощи. Затем заместителем главного врача по организационной методической работе, а также мобилизационной работе и гражданской обороне. В нынешней должности с 2008 года. На вопросы, которые касаются деятельности госпиталя инвалидов Отечественной войны, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле. 340-043. Номер связи по Вайбер. Плюс 375-29-340-043-3. Здравствуйте, Олег Анатольевич. Здравствуйте, Ольга. Сейчас короткий анонс событий наступившей недели, и мы начнем беседу. Помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко 25 февраля проведет прямую телефонную линию и личный прием граждан в Лельческом райисполкоме. Номер телефона прямой линии плюс 375-235-65-0049. Итоги внешнеэкономической деятельности области и готовность сельскохозяйственных организаций к весеннеполевым работам планируется обсудить на заседании Гомельского облсполкома в четверг, 27 февраля. 28-29 февраля на спортивных объектах Гомеля пройдет спартакиада-конкурс среди руководящих работников органов исполнительной власти и советов депутатов. В последний день зимы в Гомеле и районных центрах области пройдут мероприятия, посвященные народному празднику Масленица. Олег Анатольевич, я поздравляю вас с главным событием недели прошедшей, с Днем Защитников Отечества. Спасибо. Представители не одного поколения защитников Родины восстанавливали здоровье и силы в госпитале на протяжении его почти уже 80-летней истории. Сначала фронтовики, для которых госпиталь и создавался, затем воины-интернационалисты и ветераны вооруженных сил. Сегодня среди ваших пациентов насколько это большая и значимая категория? Ольга, к сожалению, эта категория с каждым годом остается совсем меньшим. На сегодняшний день в Гомельской области всего осталось 790 ветеранов Великой Отечественной войны. Это те, которые захватили немножко фронтовую деятельность. И около 3000 воин-интернационалистов, около 300 дружеников тыла. В общей сложности эта категория занимает примерно около 6 тысяч. Учитывая, что мы за год пролечиваем 13 тысяч пациентов, то, понятно, эта категория вмещается свободно в наш госпиталь. Но эти пациенты уже не так мобильны. Всем ветеранам, в том числе и тружеским пациентам, уже за 90 лет. Поэтому не все к нам доезжают, не все смогут пройти лечение и реабилитацию в нашем госпитале. Мы сделали анализ за прошлый год. В госпитале пролечилось всего около 18% льготной категории. Остальные – это простые граждане нашей Беларуси, которые проходят реабилитацию и лечение в госпитале. А также иностранные граждане, которые, узнав о возможностях нашего госпиталя, посещают наш госпиталь и проходят здесь лечение, реабилитацию и даже оперативное лечение. Поэтому он востребован не только для ветеранов, но и сейчас для всех жителей Гомельской области. И для всех жителей Беларуси. Но все-таки участники войн – особая категория. И наверняка у них есть какие-то привилегии для того, чтобы проходить лечение, реабилитацию. Это первая очередь, которую вы берете. Совершенно правильно. Участники войны – это самая льготная категория. И мы их всех проводим диспансеризацию в госпитале до 9 мая. В последнее время, конечно, мы проводим гораздо раньше, потому что их все меньше и меньше. И эта диспансеризация заканчивается уже в апреле месяце. На сегодняшний день уже почти 60 с лишним процентов прошли диспансеризацию ветеранов войны. Осталось совсем небольшое количество, которое мы должны обследовать в это промежуток времени. Что касается военно-интернационалистов, то примерно около 30% этих категорий уже прошли обследование диспансеризацию. А в этом году все участники по максимуму должны пройти обследование на базе своих районных больниц или в госпитале? Обязательно. Это даже не обсуждается, потому что эта категория в течение года проходит полное обследование не только у нас в госпитале, но и в своих ЦРБ. Кроме того, мы сейчас готовим, совместно с главным управлением здравоохранения, готовим приказ о том, чтобы немножко облегчить поступление в нам в госпиталь вот этих воинов-интернационалистов. Их тоже, к сожалению, становится все меньше и меньше, и они нуждаются в более тщательном обследовании. И те возможности, которые имеет наш госпиталь, конечно, они выше, чем в некоторых районах. Поэтому мы подготовим приказ и сможем большую часть этих пациентов уже обследовать у себя на базе нашего госпиталя более качественно. Чтобы взять направление, да? Да, конечно, потому что раньше мы работали в основном на ветерана войны, но эта категория уходит, и мы восполняем категорию ветерана, категорию воин-интернационалистов. Вот я думаю, что в ближайшее время приказ будет готов и будет более облегченно поступить к нам в госпиталь на обследование и лечение этой категории граждан. Спасибо, Олег Анатольевич. У нас дожидается возможности задать вопрос наш телезритель. Здравствуйте, мы слушаем вас. Алло, говорить, да? Да, вы в эфире. Пожалуйста, ваш вопрос. Меня зовут Елена Михайловна. Я инвалид второй группы, статья 18. Скажите, пожалуйста, как попасть к вам на лечение? У меня серьезная проблема с позвоночником и седальчным нервом. Спасибо. Людмила Михайловна, вы можете обратиться в свою поликлинику по месту жительства, если вы прозываете в городе Гумели. Если в районе, это в ЦРБ, там тоже есть поликлиника, и мы как раз это профиль нашего госпиталя, лечение пациентов, которые связаны с позвоночником, с неврологией. Поликлиника будет с нами созваниваться с отделом госпитализации, и после этого вы можете попасть к нам на лечение. Это займет ближайший, ну вот сейчас, конечно, очень поток большой пациентов. Я думаю, что в течение двух-трех недель этот вопрос вам будет решен положительно. Когда проще попасть? Когда меньше очереди? Ну, меньше всего это начиная с мая, наверное, и до сентября. Лето. Да, лето, когда пациенты начинают быстро выздоравливать, потому что им нужно оздоровиться еще у себя. Да, потому что нельзя оставить огород без присмотра, это понятно. Что касается этого сезона, то, конечно, нагрузка большая, и мы бессильны, потому что очереди у нас возникают автоматически, потому что пациентов, желающих попасть на оздоровление, очень много. Мы стараемся по максимуму использовать свои мощности нашего госпиталя, но все равно очереди возникают, и мы не можем положить пациента, если он захотел сегодня лечь, позвонил, то надо подождать. У нас очередь есть. Ну, неврология главная ваша специализация, хотя лечение и реабилитацию проходят люди и после травм, после перенесенных инфарктов, инсультов. Как поступают пациенты? Кого берете в первую очередь? Дело в том, что мы открыли на базе госпиталя Гомельский областной центр медицинской реабилитации. И мы берем пациентов на реабилитацию после инфарктов миокарда, после инсультов, после тяжелых травм, и сейчас уже начали брать пациентов после онкозаболеваний. В основном это после гинекологической операции и операции на щитовидной железе. Значит, все пациенты, которые нуждаются в реабилитации, врач, который лечит их по месту жительства, он, опять же, смотрит о потенциале реабилитационном, потом созванивается с нашим отделом по госпитализации, и в плановом порядке пациент поступает к нам на реабилитацию. Что касается пациентов, которые, в частности, после инсульта, который у нас профиль самый основной, здесь, чем раньше пациент поступит на реабилитацию, тем больше эффект от реабилитации. И, учитывая, что у нас вообще в ГОСТе создан такой замкнутый цикл, пациент, поступая с инсультом, проходит все этапы, начиная от приемного отделения, отделения реанимации, блок инвестиционной терапии, просто отделения сосудистой неврологии и реабилитации, мы на выходе получаем значительно лучший эффект, чем если он к нам поступает просто со стационара на реабилитацию позже. Мы добились того, что до 20%, которые проходят реабилитацию после инсульта, возвращаются к труду. Это почти мировой показатель. В мире этим может похвастаться только большие клиники. У них чуть больше 20%. У нас где-то процентов 17-18 возвращаются к труду. Но это касается тех, которые поступают к нам изначально с инсультом. Те же, которые поступили в другие больницы, в том числе и в районные центры, они к нам попадают чуть позже. Но, тем не менее, опыт наших инструкторов, врачей-реабилитологов очень высок, методики очень отработаны хорошо, и результат получается не менее худший, чем у наших пациентов. Поэтому, опять же, для всех хочу сказать, или зрителей, чем раньше начинать реабилитацию после инсульта, тем лучше эффект на выходе. Что касается пациентов другой категории, то после инфаркта миокарда мы забираем пациентов практически тоже всех. Травматологических пациентов мы реабилитируем не всех, только те, которые нуждаются в разработке суставов и восстановлении двигательной функции. Потому что многие переломы, они срастаются без нарушения двигательной функции. Те, которые срослись с тяжелой травмой, и сустав не может разработаться самостоятельно, мы забираем себе на реабилитацию, и с помощью наших тренажеров, которые имеются в у нас в достаточном количестве различных фирм-производителей, в том числе и белорусские есть тренажеры хорошие, мы восстанавливаем подвижность суставов, и человек выходит от нас, сам полностью себя может обслужить. Категории возрастных ограничений у нас нет, то есть на реабилитацию мы берем всех. Конечно, предпочтение отдается более молодым, трудоспособного возраста, потому что им нужно еще приступать к труду и еще приносить пользу государству в экономическом условиях. Это чуточку мы им больше внимания уделяем. Но что касается возрастных пациентов, мы также их берем на реабилитацию, для того чтобы они после реабилитации смогли находиться дома и не быть обуза для родственников. То есть они могли сами себя обслуживать и быть мобильными. Эффект от реабилитации очень значительный, и мы пациентов всех реабилитируем, которые по возможности. А с инсультом в острой стадии, вот именно когда это развернутая клиническая картина, как люди поступают? По скорой? По скорой. 90% поступают по скорой. Иногда привозят самостоятельно. Ну, мы должны работе, которая проводится профилактической. Люди уже знают некоторые симптомы, и при возникновении таких симптомов, не дожидаясь скорой, они привозят к нам самостоятельно. Мы в прямом отделении делаем все необходимые исследования. У нас существует такая мультидисциплинарная бригада в составе невролога, терапевта, сосудистого хирурга, нейрохирурга. И мы одновременно, обследуя, делая томографию, ставим тот же диагноз и начинаем лечение в остром периоде. Чем, опять же, раньше мы начнем лечение, тем будет лучший эффект. Опять же, если пациент поступает от начала инсульта в так называемое окно терапевтическое, это трехчасовое, то есть шанс вообще избежать инсульта шимического. А как понять, Олег Анатольевич, что это именно такое состояние? Может ли человек сам определить, что с ним происходит, или что должны делать люди, которые рядом? Да, ну, вообще, существуют признаки, которые определяются. Самые главные признаки – это изменение лица, то есть провисание немножко носогубного треугольника. Если человек посмотрел в зеркало, он посмотрел и увидел, что у себя начинает провисать носогубный треугольник и изменяться в одну сторону лицо. Это первый признак того, что нужно прощаться к врачу и не затягивать, не ждать, что это пройдет. Второе. Если появляется слабость в руке, в ноге, в движении каких-то с одной стороны, это срочно не сидеть дома, обращаться к врачу, лучше в скорую помощь, которая быстро посмотрит, доставит пациента, или с моей остынки в поликлинику, лучше даже в такие центры, как мы. Если кто-то из дома, это, конечно, видно со стороны. Если сам человек должен знать, что эти симптомы, они самые главные для определения инсульта. И, кроме того, нарушается речь. То есть, когда человек начинает что-то рассказывать, у него замедляется речь, нарушается как бы мимика в разговоре. Вот эти основные признаки, которые человек должен знать для того, чтобы обратиться вовремя и избежать последствий после инсульта. Ну и клиническая картина начала развития инсульта и тяжесть последствий, это всегда индивидуально, да? Да, да, очень индивидуально. Что произойдет, какая помощь будет оказана вот в эти самые 3 часа? В 3 часа есть возможность применить тромбоэтическую терапию, которая сможет растворить этот тромб, который закупорил сосуд, и восстановить кровообращение в головном мозге. Если прошло больше 3 часов, то шансов гораздо меньше. После 6 это бесполезная процедура, поэтому чем раньше начинается процедура тромбоэтизица, тем больше эффект от ее и восстановления работы головного мозга. А потом пациентов на реабилитацию, уже перенесших инсульт, вы в каком случае берете? Ну, учитывая, что у нас в ГОСТОЛИ мы начинаем реабилитацию сразу же, почти в первые сутки, то есть при поступлении даже в реанимацию, мы начинаем делать легкие массажи, поворачиваться, для того, чтобы человек не залеживался, не было нарушений кровообращения в конечностях, и мы начинаем реабилитировать их прямо в реанимации. На дальнейшем продолжаем больше, 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 и после острого периода, через 2 недели, мы переводим их уже в само отделение реабилитации, где инструкторы в полном объеме занимаются комплексом реабилитации. Что касается пациентов, которые поступают с района, они поступают к нам где-то недели через 2, после перенесенного инсульта, когда уже функции организма восстановлены, нет угрожающих функций для жизни, он поступает к нам, и тогда наши инструкторы сразу подключаются к реабилитации, ну и эффект, конечно, тоже довольно неплохой от этих методик. Спасибо, Олег Антольевич. Давайте сделаем небольшую паузу и выслушаем пациентов госпиталя. Очень хорошие специалисты и очень внимательное отношение к людям, что в первую очередь важно, особенно к больным людям, очень внимательно, очень, ну вот, немножко словарный запас после инсульта, так слегка, ну, я очень благодарна. Вот, допустим, мне, вот лично мне очень помогли. Я хочу сказать большое спасибо медперсоналу, обслуживание очень хорошее, медперсоналы очень внимательны, выслушивают все наши жалобы, все наши вопросы, все наши пожелания, как бы стараются все выполнить, то, что мы хотим и просим у них. Ну, по мере возможностей, конечно, потому что людей очень много, отделения все переполнены, но врачи относятся очень хорошо, очень внимательно. Медсестры, тем более, они какие-то такие вот обходительные, такие нас жалеют, уважают, нас знают, что мы перенесли болезни всевозможные, поэтому стараются очень внимательно относиться к нам. Ну, так относятся, так внимательно. Ну, все доброжелательные. Лечение тут супер просто. Сюда тяжело попасть, конечно, но больница на все 10 баллов. Вторую операцию делали, уже хотели. Третья говорит, не будет, бросай курить. А так уже... Ну, сейчас на поправку пошло. Потому что ногу уже не чувствовал совсем правую. Сейчас вроде лучше все. Чувствую, что на поправку идет. Отношения медперсонала? Отличные. Отличная палата. Медики хорошие все. Отличная. Вы курить бросите? Бросил. Жизнь заставила. Тромб сорвало. И меня перекрыло движение, и нога по колено сразу же стала холодной. Посоветовался с друзьями. Друзья мне направили. Сказали, что есть еще сосудистое хирургическое отделение. Это госпиталь. Вот я в воспитале здесь, находясь. Отношение здесь врачей. Внимательное отношение врачей ко мне и к моей болезни. Уже делают. Сегодня будет еще пятая операция у меня. Потому что они борются за мою ногу. Достоинство. Я здесь второй раз нахожусь. У меня случилось кровоизлияние мозговое в октябре прошлого года. Девочки здесь меня подняли на ноги довольно-таки быстро. В течение недели я начала ходить уже даже без трости. Приехала второй раз и поняла, что они мне стали как семья. Они добрые, внимательные девочки очень. Мне здесь очень хорошо. Я прохожу лечение в третьей терапии. Я очень довольна лечащим персоналом. Конечно, очень все внимательны, чутки. Добросовестно, я считаю, относятся к своему делу. Поэтому я очень счастлива, что попала сюда и прохожу именно здесь лечение. Мы продолжаем диалог в прямом эфире. Говорим сегодня о работе госпиталя инвалидов Отечественной войны. У нас в гостях главный врач этого учреждения Олег Гованцов. Олег Анатольевич, конечно же, люди в первую очередь высказывают благодарность врачам. И вам действительно удалось собрать такой коллектив профессиональных, неравнодушных к своему делу специалистов. Но сегодня работать хорошо можно только при условии хорошей оснащенности суперсовременной техникой. Только тогда будет результат. Как вы оцениваете ваши возможности вот по этому параметру? Прежде всего, мне приятно было слышать в этом репортаже такие лестные отзывы о нашем госпитале. Потому что, когда сам работаешь, может быть, не замечаешь. Но когда говорят пациенты, это очень приятно. Поэтому огромное спасибо коллективу за то, что они работают так хорошо. Да, действительно, коллектив у нас дружный, сплоченный, профессиональный. За последние годы удалось добиться того, что мы обновили практически весь парк нашей аппаратуры. Мы приобрели современных два эндоскопа с видеостойкой. Теперь мы делаем эти исследования на самом современном уровне. В последние три года мы приобрели совершенно новые УЗИ-аппараты. Два из которых эксперт-класса и два высокого класса. То есть мы теперь УЗИ-исследования делаем не только пациентам, которые поступают к нам на лечение, вот как ветераны, раньше было, может, даже и очередь. Мы делаем даже в приемном отделении пациентам УЗИ при необходимости. И очень важно, чтобы мы теперь смогли приобрести аппарат УЗИ, современный аппарат УЗИ, эксперт-класса. И мы делаем УЗИ сосудов. Сосудов, которые сейчас активно развиваем. Кроме того, томограф, который у нас стоит, он позволяет диагностировать довольно сложные случаи и выбрать правильную татику лечения. Что касается от УЗИ пациентов о операциях, которые делаются на сосудах, то без хорошей аппаратуры, конечно, трудно поставить диагноз и трудно сделать операцию. Хочу сказать, что мы добились того, что даже в этом году впервые мы вышли на то, что мы стали пересаживать сосуды, делать трансплантацию. То есть сделаны уже три операции. То есть сосуды, которые совсем поражены, и вот эти искусственные шунты, которые совсем плохо могут прижиться при таком ситуации, мы вышли на уровень, что берем трансплантанты и пересаживаем, и тогда на более лучший эффект. А где размещены эти сосуды? Сосуды мы берем в Минске, в центре трансплантации, потому что там база, и там где-то заказ, и оттуда, конечно, мы их доставляем. При необходимости мы даже, сами врачи едут туда и привозят, потому что больные не требуют очень быстрых решений этого вопроса. Кроме того, мы запланировали сейчас, кроме обновения операционной, мы запланировали очень современную операционную, операционную, которая будет очень нужна для нашего города. Об этом как раз пойдет далее речь в нашем сюжете. Хотела бы, только перед тем, как мы к нему перейдем, задать вам такой вопрос. Поясните, пожалуйста, эндоваскулярная хирургия, что это такое, почему это направление сегодня вы выбрали для себя как одно из самых перспективных? Дело в том, что у нас сейчас профиль нашего учреждения в основном ориентирован на неврологию, в частности, на инсульт. А инсульт – это повреждение сосудов. То есть существует два вида инсульта – это кровоизлияние и ишемический. И проблема ишемического инсульта – это 90% – это тромб. Как достать тромб из головного мозга, как облегчить работу мозга, не нарушая работу самого мозга – вот это была технология, которая нами была задумана и сейчас реализовывается. Что такое эндоваскулярное? Васкулярность – это сосуды, а эндо – это внутрь. То есть операция проводится без разрядов сосудов, а внутри сосудов. То есть мы сможем доходить до сосуда, любого сосуда, который расположен в головном мозге, и манипулировать, что находится в сосуде, это всё исправлять. Или там бляшка, которая закрыла полностью сосуд, мы можем удалить её. Или тромб, который находится, тоже удалить. Или он настолько сужен, что мы не сможем ничего сделать, но сможем расширить с помощью стента. То есть все наши жители знают, что есть такое, как стентирование сосудов сердца, коронарных сосудов. Но это у нас производят хорошо, в хорошем качестве кардиоцентр. Они научились, они помогают людям, и очень хороший эффект. Но точно такая же проблема – это проблема головного мозга. Такие сосуды есть и в нём. И они тромбируются, они поражаются, они сужаются. И туда добраться очень тяжело. Чтобы добраться, нужно было делать большую операцию, которая не всегда успешна. Теперь, благодаря этой операционной, мы сможем этим сосудам добираться, не повреждая головной мозг, а заходить далеко с дальней точки, заходить прямо в то место сосудов и делать операции без разрезов. Те самые высокотехнологичные операции, за которыми сегодня будущее. Да, самые высокотехнологичные операции. На сегодняшний день такая операционная по эндоскоденной хирургии, которая сможет делать операции на головном мозге, есть только в Минске. Это будет вторая операционная, которая сможет делать такие же операции, это в нашем регионе, в городе Гомеле. Ну что ж, давайте посмотрим сюжет. Внимание на экран. Госпиталь инвалидов Отечественной войны в Гомеле больных с инсультом принимает 4 дня в неделю. В остальные дни их привозят в третью городскую больницу. Сегодня сердечно-сосудистое заболевание в мире среди самых распространенных. Другое дело, что нередко пациенты поступают в медучреждения слишком поздно. По данным исследований, проведенных одним из российских центров, 14% опрошенных уверены, что у молодых людей инсульта не может быть. И только 47% респондентов абсолютно правильно сказали, что если у человека внезапно нарушилась речь, то это инсульт. При лечении острого нарушения мозгового кровообращения высококвалифицируемую медицинскую помощь можно оказать только в первые 4,5 часа. Также есть определенные сроки при заболевании инфаркта миокарда. То есть чем меньше у нас будет сокращаться вот это вот время, то есть от начала заболевания до времени оказания узкоспециализированной помощи, тем лучше прогноз будет для развития заболевания и исхода лечения. К сожалению, встречаются также, конечно, и запущенные случаи, когда люди могут и на следующий день, и через день. Очень часто такое происходит на выходных жителями сельской местности, которая очень часто как бы овощ пройдет, как говорят у нас в народе. На лечении инсультов областной госпиталь инвалидов отечественной войны специализируется далеко не первый год. За это время здесь создана система, позволяющая оперативно поставить поступившему пациенту правильный диагноз и назначить лечение. Причем делается все максимально оперативно. Две минуты для обследования на компьютерном томографе. УЗИ на анализ крови, после чего человек оказывается на операционном столе. Другое дело, что пока операции в госпитале, впрочем, как практически во всех медучреждениях страны, делаются так называемым открытым способом. По большому счету, для мировой медицины это уже вчерашний день. Поэтому в Гомеле решено открыть операционную, оснащенную самым современным оборудованием. Сережосудистые заболевания сейчас – это самая распространенная причина смертности населения. Не только в Республике Беларусь, но и в мире. Ежегодно в нашей больнице делаются около тысячи операций таких, но открытых. То есть, это операции делаются открытые. Не всем пациентам их можно применить. Есть ряд пожилых пациентов, тяжелых, которым вот эти открытые операции достаточно сложно выполнить. Высока вероятность осложнений, тяжело переносится. Поэтому мы ратуем за эту новую операционную, когда мы сможем делать эти операции без разреза. То есть, через прокол вводится внутрь сосуда специальное устройство, которое позволяет либо убрать бляшку, либо расширить это место, где сужен сосуд. Таким образом восстановить кровоток. Новая операционная в областном госпитале инвалидов войны уже практически готова. Для ее размещения переоборудовали галерею второго этажа и несколько расположенных здесь же кабинетов. Основную часть запланированного выполнила подрядная организация. Что-то сделали своими силами. В основном это касается отделочных работ. Конкретные сроки ввода операционной в эксплуатацию пока не называются. Все будет зависеть от приобретения установки ангиографического комплекса. Однако в любом случае первых пациентов здесь должны принять во второй половине этого года. Работа проведена большая и, будем говорить, она требовала квалифицированных специалистов. Не то, что она сложная, а интересная. Работа выполнена уже на 80%. Осталась за оборудованием, скажем так, когда будет уже сам ангиограф, когда можно будет понимать, где его будет подключение, расключение и доделать, как говорится, эти работы. То есть работа осталась на полтора-два месяца с пусконаладочными работами. Со строительством новой операционной в областном госпитале, по сути, создается целостная система лечения больных с инсультом по мировым стандартам. От диагностики и операционного вмешательства до реабилитации. Соответствующее отделение здесь было открыто в 2004 году. Через 7-8 месяцев здесь же можно будет пройти повторный курс. Хотя это будет потом. Вначале нужно буквально поставить человека на ноги. Из 100 человек с инсультом, человек 50-60, им нужна реабилитация. Реабилитация начинается с первого дня поступления. Она даже начинается в реанимации, неврологии, но в меньших объемах. Когда у человека стабилизируется в состоянии, он становится крепче, его переводят на более активную стационарную реабилитацию. Вот постинсультную, так называемую, реабилитацию отделения ранней медицинской реабилитации постинсультных больных. Тоже, как правило, они к нам поступают на 15-20 день, в зависимости от тяжести инсульта. И там занимается мультидисциплинарная бригада. Тоже врач-реабилитолог, врач-физиотерапевт, логопед, инструктора-методисты, врач-психотерапевт. Тоже по необходимости вызываем врача, допустим, терапевт и других специалистов. И мы все комплексно подходим к лечению данного пациента к реабилитации. Вы смотрите диалог. Олег Гованцов, главный врач областного клинического госпиталя инвалидов Отечественной войны, сегодня у нас в гостях. Олег Анатольевич, как Вы оцениваете перспективы открытия суперсовременной операционной, временные, технические, кадровые? На сегодняшний день готовность операционной 80%. Дело в том, что было очень тяжело с проектом, потому что корпус не молодой, и проект был очень затяжной. Пришлось очень много изменять. А вот можно открыть суперсовременную операционную в здании, которая построена достаточно давно? Наверное, давайте мы по концу года репортаж снимем, посмотрим. Это с ними-то обязательно, но можно. Я думаю, что можно, потому что мы учли все возможности, которые существуют, что было соответствовало площади, что было соответствовало помещению, кабинетам необходимым. И условия были хорошие для персонала, поэтому проект был сделан очень серьезным. Выполняла проект наша организация гомельская. Мы консультировались и с иностранными специалистами, ездили в другие регионы, смотрели. И проект был сделан очень неплохой, приличный. В течение прошлого года, начиная где-то с мая, с июня, начался строительные работы. И учитывая, что пришлось много очень менять, изменять крышу, ставить на крышу большие кондиционеры, для того, чтобы воздух был приточный, красивый, отточный, фасад менялся. По современным требованиям, такие уровни операционные, они вообще без окон. То есть в операционных не должно быть окон. Поэтому выбрали место, которое будет самое оптимальное, чтобы было и для сотрудников, и для госпиталя, чтобы не была картинка красивая в госпитале. Это все менялось, все делалось, монтировалось оборудование, оборудование, которое вытяжное, оборудование, которое необходимо установить, и пультовое, для пультовое все. И в прошлом году было закуплено очень много оборудования. На сегодняшний день готовность 80%. Осталось только закупить самое основное. Это сам ангиографический комплекс, который будет выполнять эти операции, ну, с помощью, конечно, врачей. Он тоже стоит очень приличных денег. Я думаю, что где-то в марте будет объявлен тендер, потому что мы тоже готовим долготехническое задание, чтобы соответствовать всем требованиям современности. В марте будет объявлен тендер. И надеемся, что где-то, может, к лету закупка произойдет, и аппарат будет монтировать та фирма, которая его производит. Потому что очень дорогое оборудование, оно должно работать хорошо, качественно и с гарантией. Поэтому, если ничего не изменится, то в третьем квартале, ну, давайте не будем загадывать, наверное, в четвертом квартале, мы готовы вам предоставить уже новую картинку для репортажа о новой операционной, суперсовременной, которая будет находиться в госпитале. А кто будет в ней работать, Олег Анатольевич? Потому что, чтобы на таком уровне выполнять операции, нужно ведь уже быть к этому готовым. Да, вы совершенно правы. Мы договорились с итальянскими нашими коллегами из города Парме. Помогла наша организация к помощи Чемнобулю. Она тоже была проводником наших идей для стажировки трех наших хирургов в городе Парме. Там очень серьезный центр эндоваскулярной хирургии, вообще хирургии. Но так сложилось, что вот в феврале и марте должны были состояться уже наши последние договоренности и стажировки наших хирургов. Но вы знаете последнюю новость, что Север Италии закрыт для посещения в связи с коронавирусом. Поэтому пока стажировка немножко затянулась. Сейчас мы проработали вопрос о стажировке их в Санкт-Петербурге и, конечно же, в нашей столице. После трех стажировок они будут подготовлены к тому, чтобы выполнять операции в нашем госпитале. Но я думаю, что к концу года они будут полностью готовы для того, чтобы начать работу. Ну что ж, я желаю успеха, удачи вашим планам. Олег Анатольевич, пять минут до окончания эфира у нас есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем. Пожалуйста, коротко и по сути ваш вопрос. Я Мария Кирилловна, город Гомель, Новобелец. Хочу задать вопрос нашему гостю Олегу Анатольевичу. Имеется ли такой аппарат УЗИ, чтобы определить давление, почему повышается, допустим, у пациентки? Говорят, что якобы есть такое А, большие буквы, Б, С. Благодарю я руководство и наш госпиталь за такое действительно отношение к пациентам. Я часто бываю по состоянию здоровья. Большое спасибо за внимательность. Спасибо за звонок. Существует ли такой аппарат, который помогает выяснить причину? Нет, УЗИ. Я так понял. Но, Мария Кирилловна, хочу вас немножко зачаровать, такой аппарат УЗИ не существует. Потому что УЗИ-аппарат, он делает исследование с помощью датчика, который определяет какую-то патологию органов. В частности, сосуды можно проверить аппаратом УЗИ. У нас такой аппарат имеется. Можно проверить на проходимость сосудов, можно посмотреть, насколько они сужены, насколько они расширены, что у них находится. Этот аппарат существует. Но проверить давление УЗИ-аппаратом, к сожалению, пока невозможно. Это проверяет сам врач. Он проводит различные исследования, что есть у нас в госпитале. Но один аппарат ничего не решает. Сразу скажу. Это просто разговор. Олег Анатольевич, есть вопросы, которые поднакопились у нас на Вайбере. Да, пожалуйста. Коротко, буквально по несколько слов, самое основное. О симптомах инсульта и профилактики нужно кричать. Родных и близких людей, столкнувшихся с болезнью, выслушивать и поддерживать. У нас в области существуют разные горячие линии. А есть ли такая, куда за консультацией могли бы обратиться близкие перенесших инсульт? Или те, кто хочет узнать о симптомах и профилактике этой болезни? Я, насколько помню, школа инсульта работала на базе госпиталя. Да, продолжается ли этот проект? Да, школа работает на базе госпиталя. Пожалуйста, если вам нужно проконсультироваться, вы можете обратиться к нам в госпиталь. И эта школа до сих пор работает. Мы, конечно, не каждый день заседаем. Но заседают они регулярно, в течение месяца. Там у них есть заседания. Я сейчас не могу график сказать, но они существуют. И там участвуют активно кафедры нашей неврологии с нейрохирургией. Поэтому вы можете получить любую помощь в этой школе. И она работает до сих пор. Можно ли при инсульте самому себе оказать помощь до приезда врачей? Если да, то какую? Вот что делать? Ну, к сожалению, здесь сама помощь не поможет. Ну, предотвратить, да. Единственное, что при инсульте, конечно, если уже он случился и есть какие-то признаки, то точно нельзя активничать, чтобы то же самое давление повышалось и попадать в панику. Здесь нужно самообладание, успокоиться, вызвать скорую. Ну, первое, что необходимо сделать при таких ситуациях, это померять давление, если есть возможность. Одним из признаков того, что нарушается кровообращение, это очень высокое давление. Если оно повышено, тогда, конечно, нужно принять гипотензивные препараты. Все остальное, конечно, надо вызвать в скорую и ждать приезда врача. Как получается, что в приемном покое люди сидят по три часа, не успевая получить помощь? Ну, вот, видимо, негативный был опыт. Ну, конечно, мы же не можем так быть всегда позитивным. Потому что, скорее всего, может, такой случай и был. Я не берусь за это сказать. Но это чаще всего тогда, когда у нас очень много скорых. Мы принимаем очень много скорых, касаясь нашего профиля по неврологии. И даже доходит до того, что пациенты специально высиживают дома, знают, когда мы дежурим, и вызывают скорую, и приезжают. Да, там есть патология, но, может, не нуждаясь в такой экстренности. Поэтому мы оказываем помощь в первую очередь тем, которые нуждаются в экстренной помощи. И понятно, что спасаем жизнь. А те люди, которые нуждаются в плановой, ну, приехали, может, по скорой, или просто поступили, ну, конечно, бывают задержки, они могут подождать. Ну, три часа, не знаю. Я попробую разобраться. Если такие случаи есть, конечно, это неправильно. Оставьте, пожалуйста, номер телефона нашим редакторам. С вами свяжутся. Да, конечно, конечно. Работает ли госпиталь со страховыми компаниями? Да, мы работаем с компаниями. С четырьмя компаниями работаем. И Белнефтестрах, и Белгострах, и другие компании. Мы с ними работаем, и пациентов принимаем на лечение по страховому полюсу. Скажу сразу, что, как бы то ни было, но страховые компании оплачивают практически все процедуры. Но бывают нюансы. Поэтому, если есть страховой полюс, вы к нам обращаетесь, то вы можете получить гораздо больше процедур, чем нужно по протоколам. Спасибо огромное. К сожалению, на этом вынуждены мы нашу беседу завершить. Олег Анатольевич, благодарю вас за сегодняшний диалог. Спасибо, спасибо. Олег Иванцов, главный врач областного клинического госпиталя инвалидов отечественной войны, был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание. До встречи через неделю. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин